Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос и думаю, что вот однозначно дать на него ответ будет несколько затруднительно, потому что вы здесь описываете достаточно серьезные проблемы, достаточно серьезные ситуации, при которой... Вообще-то говоря, ваш любовный треугольник, он случился не просто так. И ответ на ваш вопрос, он будет зависеть, по крайней мере, в моем выражении, от того, что вам лично для себя ценно. Первое, что я хотел бы заметить, это то же, что, по моему мнению, в данной ситуации вы полностью потеряли себя. То есть, вообще себя вы потеряли. То есть, вы являетесь любовницей, вы являетесь женой, вы являетесь матерью, вы являетесь, возможно, субъектом своих желаний, но вы не являетесь в данном случае личностью и индивидуальностью. То есть, для вас сейчас вот самое простое, самое легкое, что вы можете сделать, это понять, что же все-таки именно вам ценно. Вот лично для вас, что является наиболее ценно, какие у вас идеалы. И это, наверное, будет вам первая рекомендация. Знаете, дать ответ на ваш вопрос, как разорвать отношения, если любовник шантажирует, дать вам ответ буквально на этот вопрос, к сожалению, я не могу. Потому что ситуация такова, что если я дам вам конкретный совет, что делать, я нарушу профессиональную этику, это будет неправильно. Фактически я возьму ответственность за вашу жизнь тогда, в таком случае, и это будет неэтично. Но я могу вам помочь разобраться с тем, как вообще вам в этой ситуации себя вести. Я могу помочь вам понять, почему вы пришли к этой ситуации и как сделать так, чтобы подобное больше не повторилось. Значит, во-первых, для того, чтобы нам это сделать, необходимо задать несколько вопросов. Первый вопрос. Вы, находясь замужем, решили попрестовать со старым знакомым. Значит, с мужем, с вашим мужем, у вас были определенные проблемы. И здесь нужно четко понимать, что если вы к своему мужу вернетесь, то как бы проблема может стать вновь. Вот та самая проблема, которая привела вас к желанию повлистоваться. И первый вопрос, который я вам задам, заключается вот в чем. Что повлияло на ваше решение немного попрестовать со старым знакомым? Для чего вы это сделали? Почему вы это сделали? Для чего вам не хватало в отношениях с вашим мужем? Это первый вопрос. Так, второе. Значит, вы пишите, что развелись с мужем. И здесь, как бы, есть камень предсказания. Дело в том, что не очень понятно, была ли у вас связь со старым знакомым до развода. И когда вы сказали своему мужу, что хотите развестись. То есть, предположим, вы влюбились в своего старого знакомого. Предположим, что он вам понравился, что вы захотели с ним быть и прочее. Вот. Но когда и как вы сказали мужу об этом? Это очень важно. Потому что, фактически, если вы сказали мужу, что хотите развестись и развелись с ним. И только после этого, например, вступили в связь с любовником. Интимную связь с любовником. То в этом нет ничего. Дурно. То есть, это нормальная реакция человека, который понял, что его супруг это не его человек. И, в таком случае, вам вот это нужно принять. У вас неверная установка, что ваш муж не примет вашу измену. Дело в том, что если вы развелись, то вы формально освобождаете себя от обязанности быть верным. И когда вы сказали мужу, что вы собираетесь с ним разводиться, вы также освободили себя от обязанности быть верным. Если говорить о том, что вы вступили в связь с любовником до того, как сказали своему мужу, то здесь ситуация немножечко другая. О том, что в таком случае нужно понять, что вами двигала проблема. То есть, вами двигала именно проблема. Проблема, которая у вас была с вашим мужем. И поскольку мы с вами сказали, что проблема эта встанет, и поскольку мы, я надеюсь, вы это понимаете, что проблема эта встанет, то ее нужно разобрать. И соответственно, если вы донесете до своего мужа, что действительно проблема была, и действительно она вас трогала, и действительно она вас раздражала, мучила, причиняла боль и так далее, то видите ли как, ваш муж при условии, что он вас любит, и при условии его желания сохранить семью, поймет не сразу, но поймет, что он ответственен за то, что вы сделали. И да, вам нужно будет раскаиваться, да, вам нужно будет прощение, да, вам придется очень много разговаривать, но тем не менее, это ситуация, при которой вы имеете шанс настроить нормальные доверительные отношения со своим мужем. Кстати, отношения с любовником вы охарактеризовали именно как доверительные. И живое дело выгодно, что с мужем подобного у вас не было. Здесь, дальше, ситуация такая, что, видите ли, вы боитесь, что он расскажет мучу. А вы боитесь, почему? Потому-то боитесь его потерять. Но, если вы боитесь его потерять, это означает, что вы его любите. Если вы его любите, а предполагает ли это для вас наличие взаимной любви, то есть со стороны вашего мужа? И если да, то, соответственно, ваш муж тоже вас любит. И если он вас любит, то он поймет, что присунил вам боль тем, что создал проблему. А проблема, которая была, это результат действий вас обоих. И таким образом, нужно, необходимо разобраться с тем, чего именно. И почему именно вы боитесь, что любовник расскажет мучу. Ну, расскажет он вашему мужу. И что дальше? Понимаете, вы уже развелись с мужем. Вам предстоит вновь создавать цепь. Вы уже подорвали его доверие. Вы уже его предали в его представлении тем, что с ним развелись. И он не может не догадываться о том, что, скорее всего, у вас есть мужчина. Потому что вот так просто, тем более быстро, как мне показалось из вашего сообщения, люди не разводятся. Люди не разрывают свой брак. То есть, происходит с вашим любовником, но это, по сути дела, использование вас. Я надеюсь, что вы понимаете. Хотя, большая часть вашего сообщения посвящена именно любовнику. То есть, про него вы говорите, что он вас шантажирует, толкает, не желает принимать и прочее. И здесь, помимо всего того, что я сказал, вам необходимо действовать так. Значит, поскольку... Вот что-то следующее, значит, не очень понятно. Вот вы говорите, что он принял то, что вы хотите с ним расстаться. Сказал, что вы должны дать ему вас события. Тем не менее, значит, написал, что у меня, у вас, то есть, есть возможность позвонить и задать вопросы. Он пришел вечером через день к вам. Почему вы позволили ему прийти? Зачем вы позволили ему прийти? Тем более, с надеждой. Зачем вы попросили его не уходить? Если вы осознаете, чего вы хотите, да, то есть, ну, кстати, с мужем, если вы понимаете, что любовник вам угрожает, то вы понимаете, что вполне возможно любовник провоцирует вас на то, что якобы вы не даете ему вас забыть, забыть. Вы все равно позволяете ему прийти. Зачем? Для чего? Как вы могли позволить ему отстанавливать в этой ситуации? Что вам не двигало? И он опять дает вам последнюю встречу, чтобы вы могли последний раз поговорить и задать вопросы. Кстати говоря, какие вопросы? О каких вопросах вообще идет речь с любовниками? Ну, и все вроде бы выяснило. То есть, понимаете, вами движет противоречие. Такое впечатление, что вы и с мужем хотите быть, и с любовником хотите быть. И давайте мы уже определимся с вами, как вы воспринимаете этих мужчин. Хотите ли вы кого-то из них делать счастливым? Если вы хотите делать счастливым своего мужа и хотите сделать его счастливым, безусловно, то вы любите его, и вам имеет смысл возвращаться к нему. Но для этого необходимо совершить какие-то действия. Если вам хочется делать счастливым своего любовника, то, соответственно, мы можем возвращаться к нему. Этим вы навредите только детям, если вы действительно любовника любите. Кстати говоря, почему вы решили, что ошиблись? Вначале вы написали, а после пару месяцев вы поняли, что совершили ошибку. Как вы это поняли, что это указывало, так же не очень понятно. Чувства к моде до сих пор есть, а при этом вы говорите, что флирт перерод большое чувство, и вы потеряли голову. То есть вот как это произошло, что у вас страсть, была страсть к любовнику, а страсть к любовнику прошла, и вы поняли, что любите своего мужа. Но при этом вы все равно позволяете любовнику к вам приходить, даже несмотря на то, что он вам угрожает, подскажет, застарует и кричит. Здесь получается, что вы от любовника для себя что-то получаете. То есть он удовлетворяет какое-то ваше потребность. Возможно, он позволяет вам быть более женщиной, чем ваш муж. И эта проблема, та самая проблема, которая заставила вас начать переставать со своим знакомым. И эту проблему вам нужно решать для себя в первую очередь, и потом во вторую очередь для ваших мужа. Если вас преследует чувство страха, то, как я уже сказал, необходимо понять следующее. Я недаром вначале заметил о ваших ценностях, о ваших взглядах и о том, чего вы хотите. Дело в том, что если вы с мужем собираетесь в отношениях, то необходимо выстраивать их на основе доверия. Если вы хотите выстраивать их на основе доверия, то ваш муж все равно будет спрашивать вас о том, что вы делали в период, пока вы были разведены, то есть не было ли у вас мужчины. И зная, что у вас мужчина был, вы не сможете ему полностью открыться. Мужчина будет чувствовать, что вы ему не полностью открываете. Мужчина почувствует, что вы что-то от него скрываете. И таким образом воссоздать ваши отношения, или лучше сказать, построить заново отношения с мужем, у вас не получится. Поэтому спросите себе, какими вы видите отношения со своим мужем, как вы их хотите построить. Если вы хотите построить удобные отношения для себя, тогда вам необходимо расслабить своего любовника, внушить ему возможность, что вы будете с ним, внушить ему, что вы никуда от него не уходите, добраться до доказательств. Эти доказательства уничтожить, потому что любовник расслабится, и ему не за чем будет их хранить, рано или поздно. И тогда вы сможете уже чистой душой сказать любовнику, что больше вы не хотите с ним быть, хотите быть с мужем, и вы родитесь к своему мужу. Если вы хотите выстроить такие отношения, чтобы и вашему мужу тоже было хорошо, чтобы вам обоим было хорошо, то тогда в таком случае вам необходимо все своему мужу рассказать. И чем честнее, тем лучше. На лжи доверительных отношений небо строит ни с кем, и ложь рано или поздно вскроется. Это нужно понять, это нужно сделать как можно быстрее, потому что чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее у мужа начнется отказ, тем быстрее вы сможете с ним поговорить наконец-то честно, по душам, откровенно, и может быть тогда вы поймете для себя, нужен ли вам муж или нет. Кстати говоря, где он и что он делал, значит, в период, пока вы были разведены, тоже большой вопрос. Пока что вам действительно можно сказать любовнику о том, что вы хотите бомбать одна. Я думаю, что вы действительно пока что сами не знаете, чего вы хотите от этих двух мужчин, и вам необходимо в себе разобраться, вам необходимо побыть наедине с собой, потому что вы с любовником начали встречаться, будучи уже замужем, а любовник начали встречаться с вами, будучи женатым, то есть вы друг друга использовали как определенное средство для удовлетворения определенных же потребностей, и для того, чтобы отойти немножечко от подобного восприятия человека, необходимо все-таки побыть в одиночестве и понять, кто для вас кто. То есть между партнерами необходимо иметь определенный промежуток времени, чтобы вы закончили для себя отношения с одним, и начали уже отношения с другими, а с другим. А у вас получается так, что вы не закончили отношения с одним мужчиной, вступили в другие отношения, и в общем, так же это пошло по компенсирующей форме, по компенсирующей схеме, что не является правильным, на мой взгляд, и именно это вам нужно сделать. Вы говорите, что Мудин рассказать мне не вариант, а не простить, так как его устои и отношения к измене даже в мыслях не допускаются. Ну, понимаете как, если вы хотите его обманывать, то тем сложнее будет, когда обман раскроется. Если вы хотите быть перед ним не той, кто вы есть, это уже ваше право. Если вы боитесь что-либо своему мучиться, самому близкому человеку рассказать, ну, значит, какие у вас отношения. Либо вы подстраиваетесь под них и делаете то, о чем я вам говорил, либо вы, собственно говоря, все-таки меняете это представление и понимаете, какого мужчину вы хотите рядом с собой видеть и задаете себе вопрос, а нужен ли мне такой мужчина, с которым я не могу разговаривать на определенные темы. Еще раз повторю, если вы не хотите рассказывать своему мужчину ничего, то вам необходимо побыть одной, вам необходимо доказать своему любовнику, что вы уходите не от него к мужику, а от него просто, чтобы он понял, что вы действительно одна. И вам необходимо придерживаться своей линии поведения, которую вы выбрали вместе с любовником. То есть вы расстались, он просил вас не напоминать ему о себе, а вы при этом позволяете ему приходить к вам. Вот эти моменты необходимо проработать, эти моменты необходимо разобрать, чтобы более понятно было, с чем мы имеем дело, с какими потребностями мы имеем дело, может быть, мы имеем дело с неуверенностью в себе. В этом случае вам, поскольку страх будет с вами все равно, то вам понадобится несколько упразднений, которые помогут вам чувствовать страх, если его контролировать. Первое упражнение – это вы представляете себе, что это произошло, то есть муж узнал о том, что вы ему изменили, как вы себя ведете, что вы будете делать. То есть вы представляете себя в этой ситуации. И чем лучше вы себя будете представлять в этой ситуации, тем меньше вы ее будете бояться, потому что вы продумаете для себя поведение в ней. Второй вопрос, который вам нужно задавать, это вопрос о том, случилось ли то, что вы боитесь, то есть постоянно рационализировать, произошло ли то, что вы боитесь или нет. Ну и, наконец, третий вопрос – это вопрос «А так не страшно для меня то, что случилось?» У страха глаза велики, вы, наверное, об этом слышали, и, соответственно, многие негативные моменты от того, что происходит, ну вот, по поводу того, чего мы боимся, преувеличены, и, соответственно, нужно четко оценивать этот вред. Если вы решите действовать так, то вам эти упражнения простые помогут. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо! Спасибо! Продолжение следует...